Реализацию инновационных технологий в изучении гуманитарных предметов, а в частности истории общества знания, обсудили на Республиканской научно-практической конференции в стенах Казанского университета 25 апреля. Мероприятие объединило силы учителей, преподавателей, начинающих молодых педагогов и представителей Института развития образования Республики Татарстан. Историческое образование всегда было приоритетным в отечественном образовании. И последние десятилетия очень много изменений. Изменения происходят и вот в эти годы. Представители Института развития образования Республики Татарстан выразили искреннюю благодарность за возможность проведения данной конференции на площадке Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Выбор именно на этот институт пал, конечно же, не случайно. Ведь именно здесь будущие учителя по истории и обществознанию получают ценную базу знаний с первого по четвертый курс. Хотя с университетом сотрудничаем, с учеными университета сотрудничаем. Мы их приглашали на творческие встречи. Во время проведения конференции участники обозначили и обсудили необходимость взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогики. Но, как показывает практика, сбалансировать инновацию и классическую педагогику отнюдь нелегком. То, что современный век, 21 век, дети все в компьютерах, в интернете, в соцсетях, да, это непосредственно мешает очень сильно образованию. Дети до утра сидят в онлайн играх, играют постоянно. Все-таки я считаю, что они используют компьютер и интернет не по своему прямому назначению. Несмотря на сложности, инновации характерны не только в педагогике, но и в любой профессиональной деятельности. Учитывая этот факт, для участников конференции инновация в педагогике стала актуальным предметом изучения, анализа и обсуждения. Ведь инновации не возникают сами по себе, а являются результатом научных поисков передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.